Что касается наших коллег в Штатах, у которых там все хорошо, мы с вами понимаем, что это не так. Посмотрите на торговый баланс, посмотрите на дефицит бюджета, посмотрите на долг Соединенных Штатов. У нас такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Но им проще, они станок включили, гособлигации искупают. Что такое гособлигация? Это прямое финансирование правительства, просто за счет печатного станка. И раскидывают эти деньги на всю долларовую зону. А долларовая зона это весь мир. У нас с вами такой возможности, так хулиганить нет. Американское руководство даже не подозревает, какой силой удар может нанести Россия по доллару. Известный трейдер Джим Синклер полагает, что правительство США, вводя санкции против России, не просчитало, какие ответные действия они могут вызвать. С точки зрения Синклера, нефтедоллар сейчас есть единственная настоящая ценность в мире. А Россия может его обрушить, просто потребовав за свою нефть не доллары, а рубли, или евро, или юани. В этом случае американская экономика рухнет. Введение санкций против России равносильно выстрелу себе в ногу. Скорее всего, нас ожидают экономические санкции, экономическая война, которая уже и так идет. И одна из вещей, о которых они говорят, это исключение России из швейцарской системы, системы международных платежей. Запреть ее использования. В свою очередь Россия может заявить, что хочет получать оплату за газ, золото или серебре. И они могут это сделать выборочно. Для Европы и западных союзников золото, для Китая юань. Что вы об этом думаете? Вы поднимаете сразу несколько проблем. Во-первых, использование швейцарской системы для создания огромных трудностей в переводе банковских платежей – это одна из возможностей. Но страны БРИК уже развивают свою собственную систему платежей. Так что использование ее в качестве рычага для давления – это ошибочная мера в любой ситуации за исключением войны. Швейцарская система – это лишь западная коммуникационная система. Это просто платформа. Такие платформы можно легко повторить. Вводя санкции против России, вы забываете, что она является источником европейского газа. Вводя санкции против России, вы забываете, что в данный момент на ее территории работают многочисленные европейские и американские компании. Я твердо верю, что введение санкций против России равносильно выстрелит себе в ногу. Вы напрашиваетесь на создание новой системы международных платежей и введение ответных санкций против западных компаний, которые будут так же тяжелы для западных держав, как и любые их действия против России. И это холодная война, которая может за секунду превратиться в горячую. Ходят слухи о том, что русские просто придут в европейские и американские бизнесы и скажут, «Это все наше. Мы все национализировали. Вы ввели санкции против нас, теперь мы вводим санкции против вас. Убирайтесь». Если вы думаете, что можете беззаказанно пихнуть бывшего полковника КГБ, то ваш анализ его личности в корне не верит. До настоящего момента все публичные заявления Путина были очень мягкими. Он не упоминал каких-либо жестких мер и вел себя так, как джентльмен в международных отношениях. Мы постоянно грозим драконовскими мерами против России. Я бы сказал, что он будет вести себя сдержанно и начнет экскалацию ситуации в соответствии с требованиями текущего момента. На прошлой неделе я прочитал, что один российский чиновник заявил, что их санкции будут симметричными. Все верно. Да, симметричными действиям оппонентов, то есть ограниченной реакцией. Тем не менее, это тоже опасно. Сама идея о том, что Россия – это всего лишь региональная держава, в корне неверно. Откуда они это взяли? Любая страна, обладающая ядерными вооружениями и средствами их доставки в такой же степени, как и Россия, является мировой державой. А мы все время слышим «станная оригинальная держава». Мы слышим ложь. Мы слышим неправду. У нас нет ясной картины происходящего. Крупные кооперативные СМИ называют Россию агрессором против Украины. Тогда как на самом деле там произошел переворот, в ходе которого к власти пришло новое правительство, которое не более или даже менее легитимно, чем российское правительство в Крыму. Россия может нанести ответный удар по доллару. Давайте вернемся к финансовой стороне вопроса. Могут ли эти санкции взорвать мировую экономику? Это начало конца? Когда президент Америки Никсон отменил золотое обеспечение доллара, он перевел его на нефтяное обеспечение. Он заключил соглашение Саудовской Аравии о том, что все энергетические контракты будут номинированы в долларах. Поэтому нефтедоллар – это сфера спроса. Для расчета по контрактам необходимо покупать доллары. Нефтедоллар – это стандарт, на котором базируется сила доллара США. Совсем недавно, когда индекс отношения доллара с США к другим валютам мира упал ниже 80, могло показаться, что доллар потерял жизненные силы. Но долго ниже этой отметки он не держится. На этом рынке все время присутствует фонд стабилизации обмена. И когда доллар опускается ниже 80, он постоянно пытается его вернуть к 80,5 или к 81,20, чтобы создать впечатление силы. Сила доллара заключается в том, что вам надо выходить на долларовый рынок и покупать доллары для расчетов по энергетическим контрактам. Это мировой закон. И если нефтедоллар будет хоть чуть-чуть ослаблен, то это будет означать сдвиг всей силы, сдвиг импульса. Нефтедоллар – это импульс доллара США. И если Россия бросит вызов нефтедоллару, начав расчеты за энергию в иной валюте, произойдет изменение импульса, и индекс доллара может упасть до 76. То есть Россия может легко сказать, знаете что, мы хотим оплату в золоте. Они также могут сказать, платите нам в рублях, платите нам в чем угодно, хоть в юанях, евро, в рупиях, в чем угодно. Мы больше не проводим протяжи в долларах. Все верно. И самое главное, выиграют крупные потребители. Им не придется производить валютные транзакции. Энергия подешевеет из-за упрощения валютного объема. Зачем платить в долларах, если можно платить своей собственной валюте? Доллар окажется под таким давлением, под которым он раньше никогда не был. И доллар именно это и показывает тем, что не способен подняться выше 80. Европейцы должны покупать доллары и государственные облигации США потому, что Россия продает свои ресурсы за доллары. Кстати, при этом теряя много миллиардов долларов. И поэтому она вправе заявить, мы больше не в швейцарской системе. Платите нам в любой валюте, кроме доллара. Скажите, а как это повлияет на цену золота? Я скажу, что золото немедленно поднимется до 1550 долларов. А индекс доллара окажется на отметке 76 и к пути, наверное, к 72. Если они ведут такие меры, это будет начало конца нефтедоллара? Не решит ли Саудовская рая, к примеру, пойти по российскому пути, принимать юани, рупию, евро, что угодно? Конечно, решит. Это ее право. Для сравнения скажем, что доллар – это обычная акция Соединенных Штатов, которая потеряет значительный объем спроса, что сломает импульс его тенденции. Вы ломаете импульс тенденции, и тогда все. У России есть возможности и, конечно, желание сделать одно единственное – начать принимать платежи за энергию в любой валюте. И тогда мы получим крафт доллара. В такой ситуации европейцы получат бонус. Их валюта подорожает, цены на энергию падут, и они скажут, что им нравится платить за природный газ и нефть в евро. Да, Меркель заткнется и будет улыбаться. Разве не дешевле обойтись без валютных рынков? Потому что для торговли необходим дешевый евро, а для долгосрочной перспективы – дорогой евро. Но для американских потребителей это будет катастрофой. Бензин вырос из 3,5 до 5 долларов за галлон. Я уже 12 лет говорю об инфляции себестоимости, вызванной валютными факторами, которая может вызвать гиперинфляцию в наихудшем деловом климате. Если стоимость вашего импорта уходит в потолок, что произойдет с ценой того, что вы продаете на местном рынке? Она тоже уйдет в потолок. МВФ передаст Украину Путину. Да уж, это очень зловещий технический взгляд на то, что может произойти. Думаю, что все это было сделано очень неуклюже. Они не видят дальше собственного носа, не считают все это угрозой. Еще одна угроза – военный сценарий. И я на своем сайте цитировал людей, которые говорят о разделе Украины на две половины. Неужели они думают, что Россия позволит НАТО разместить ракеты и войска в Западной Украине и иметь страну-члены НАТО прямо у себя на границе? Как вы думаете на этот счет? Вы на минутку не задумывались о том, что собирается сделать МВФ? Давайте назовем это Западной Украиной. Они этой стране дадут займы, а ей требуется 37 миллиардов долларов, а не 15 миллиардов, как они говорят, потому что им надо помнить о платежах в 2015 году. МВФ сделает то же самое, что с Грецией. Через полгода люди в Западной Украине будут кричать и требовать вхождения в состав России, потому что пенсионеры, которые сегодня получают 165 долларов в месяц, будут получать 80 долларов в месяц по условиям кредита МВФ. Вы думаете, что они будут счастливы оставаться в свободной Западной Украине? Они захотят стать русскими. Поэтому нет никаких сомнений, что МВФ выполнит задачу по передаче Западной Украине Путину с помощью условий, которых они сами выдвигают для выдачи кредитов. Путин увеличивает количество войск на украинской границе. Вы думаете, он будет выжидать или вторгнется? Послушайте, вы видите парня, который едет на лужице с голым торсом, который осматривает оружие на оружейной выставке, который взвешивает на руке золотой слиток. Не надо быть гением, чтобы понять, что его не надо толкать. Он бывший офицер КГБ. Вы его слишком сильно толкнете, и войска начнут пересекать белорусскую границу. Господи, прости их, ибо они, американцы я имею в виду, не ведут, что творят. Нами помыкает группа, чья идеология требует развязывания войны. У нас нет достаточного ума и способностей к лидерству, чтобы признать, что Россия держит все козыри. Нефтедоллар – это единственный и наиважнейший фактор, существующий сегодня в мировой экономике, без каких-либо исключений. И Россия держит его за руки, и в одно мгновение может ответить так, что это вызовет крах фондового индекса доу, какого не видывала еще история. Русские могут поставить американскую экономику с ног на голову. Гениальная простота? Россия станет принимать платежи в любой валюте, независимо от продолжения членства в швейцарской системе. Вы говорите, что это сломает нашу экономику, вызовет инфляционный зубец и заставит дорожать золото. Никаких иных сценариев нет. У русских есть более сильное оружие, чем швейцарская система. Изгнание их из швейцарской системы равносильно выстрелу в собственную ногу. Они могут разрушить все, особенно из-за рынка деривативов, который так завязан на процентные ставки. Вы хотите сказать, что в рамках ответного удара они могут полностью уничтожить американскую экономику? Они могут поставить американскую экономику с ног на голову и полностью ее уничтожить. Вы можете сколько угодно махать флагом, но факт остается фактом. У них есть такая возможность. Это потрясающий прогноз. Это реальность.